Самолетом, поездом, машиной. А может пешком? Да нет, лучше на велосипеде. Лучше на бамбуке. На велосипеде из бамбука. Недалеко уедешь. Кругосветное путешествие. Вокруг света на бамбуке. Слушайте на волнах Радио России Псков. Всем привет, студия Елена Яковлева. Этим пятничным летним вечером приглашаем вас в теплую Грузию вместе с нашими друзьями Константином Колотовым, велопутешественником, который ни больше, ни меньше едет вокруг света, и его спутницей Жанны Иофе. Ребята пока находятся в Грузии, изучили ее практически вдоль и поперек и готовы поделиться с нами новой интересной информацией об этой стране. Костя, привет. Лена, дорогая, здравствуй. Здравствуйте, наши родные уже радиослушатели. Мы, как перекати поле с Жанной, переезжаем с одного места на другое, с одного на другое. На одном месте больше двух-трех дней как бы и не засиживаемся. Буквально только что мы приехали на поезд в скоростном из Батуми в Тбилиси. В Батуми мы провели, получается, что пять дней. Прежде всего мы туда поехали для того, чтобы забрать наши зимние вещи, которые оставили на хранение у друзей. Куртки, штаны, все, что нам может потребоваться для восхождения на Казбек. Ну и, конечно же, в Батуми море мы провели эти несколько дней купаясь, загорая, наполняясь силами для последующего восхождения. Впереди Казбека, пока наши путешественники преодолели треки и маршруты красивейшего парка Лагадехи. Жанна, очень интересно послушать твои впечатления от этого места. Привет, Лена. Снова приятно тебя слышать. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Расскажу немножко про Лагадехи, где мы провели дней пять, наверное. Это большой парк, национальный парк, как это называется, или мы это можем называть заповедник. Находится он у границ России и Азербайджана, северо-восток Грузии. Это очень красивое место, там очень много водопадов, горы, самая высокая 3, с чем-то 350, что-то такое, мы на нее поднялись. А вообще это целая череда гор, которые потом переходят в Кавказский хребет, и нам посчастливилось погулять, посмотреть несколько водопадов, подняться в горы. Сам по себе этот заповедник очень известное место в Грузии. Люди рвутся туда, чтобы попасть, посмотреть. Особенности иностранца очень заинтересованы, потому что именно они привыкли много ходить. А сами грузины обычно ходят очень медленно или вообще предпочитают сидеть за застольями. Это не стереотип, это факт, который, к сожалению, или к счастью, не знаю, мы встречаем почти на каждом шагу. Мы в общей сложности провели в заповеднике непосредственно четыре дня. Первый день мы пошли на водопад, не очень большой, но довольно симпатичный. И идти туда вообще несложно, дорога занимается, у нас заняла два часа, только последний этап был непростым. То есть там пришлось пойти в горку, дорога не показалась мне тяжелой, я довольно легко ее преодолела. Вообще, в целом, все наше путешествие с Костей сводится к преодолению мной различных трудностей, потому что я в целом не очень испытана в различных видах спорта. Я люблю походы, люблю гулять, люблю фотографировать, мне нравится так медленно ползти куда-нибудь на красивое место, по дороге какие-то виды запечатлевают. У меня нет амбиций забраться куда-то быстрее всех, выше всех, не знаю, прыгнуть в самое глубокое озеро, забраться на самую высокую гору, пробежать быстрее. Это не мое, я теперь так проверяю себя в различных испытаниях. Первый день мне показался не слишком сложным, мы погуляли, получили удовольствие, а вот уже следующие три дня мы пошли в поход, там есть специальный трек, специальная дорога, которая именно на три дня рассчитана с местами для ночевок, и там уже мне было непросто. Жанночка, трудно ли тебе было угнаться за Костей в ваших пеших путешествиях? Как вы проводили время? Первый день этого трека – это подъем на 1600 метров, в основном по лесу. Первый час обычно идет довольно легко, а дальше у меня уже начало так, я начала уставать, стало тяжело дышать. Но что интересно, когда мы все-таки доползли, а это было непросто для меня, я буквально через полчаса уже была бодра, подумала, ну все, можно уже дальше двигаться, не нужно больше отдыха. Видимо, в горах какой-то такой особенный воздух, который дает возможность быстро восстанавливаться. Дождя сначала не было, дождь пошел уже ближе к финалу нашего трека этого дня, когда мы дошли до озера, того самого прекрасного, в котором должны были скупаться, преодолели по дороге еще пограничный пункт, потому что там уже граница с Россией, соответственно, за горами, если так вот вдруг взять их и перепрыгнуть, там будет Дагестан. Мы добрались до озера и не увидели его, потому что туман был настолько плотным, настолько непросматриваемым, что буквально вот мы только зашли в озеро и в этот момент поняли, что оно у нас прям под ногами. Третий день – это спуск, и сначала кажется, что вот спускаться гораздо проще, чем подниматься, это вообще только отдых сплошной. На самом деле это вообще не так, в особенности, если спуск такой, как здесь, он затяжной, очень резкий, то есть можно поскользнуться, там было мокро, по слову. Мы были так знатно измочалены, там через 3-4 дня мы уже наконец-то почувствовали усталость, то есть дошло вот это вот ощущение в ноги, во все тело, что мышцы увеличились, что они стали больше, что теперь они будут заживать, там и так далее. Вот, и на самом деле не только я, что интересно, не только я устала вот так вот и чувствовала себя разбитой. Костя тоже даже ехал на велосипеде, сказал, ой, что-то я устала ехать на велосипеде, поэтому мы на несколько дней останавливались там, немножко отдыхали. А вообще прогулка вышла очень-очень крутая, так что получили большое удовольствие от путешествия, всем очень советуем. Не без труда далась нашим путешественникам прогулка по Лагадехе, но, как мы поняли, удовольствие они получали от нее. А теперь предлагаю поговорить о транспорте в Грузии. Жанна, расскажи о самых популярных видах и о ценах на него. Транспорт, на мой взгляд, действительно является ярким маркером того, как живет страна, как живут люди, и как будут чувствовать себя здесь туристы в Тбилиси и Батуми. Транспорт очень такой понятный, европейский, даже есть указатели и объявления остановок на английском иногда. В Тбилиси есть метро, проезды на метро и на общественном транспорте, то есть на автобусах стоит 50 тетри, это где-то 11 рублей. В большей степени отпустляют, конечно, междугородние маршрутки, это основной способ перемещаться между городами. Есть, конечно, поезд, но самое популярное направление у поезда – это Тбилиси и Батуми. Этот поезд стоит 25 лари, где-то 500-600 рублей. Билет на него во второй класс, можно купить билет, конечно, в первый класс, он будет 60 лари, стоит около 2000 рублей. Поезд – это не самый популярный транспорт, а, конечно, маршрутка – это главное связующее звено между разными городами, деревнями. В маршрутке можно передать ребенка, можно передать послание устное кому-нибудь в какой-нибудь деревне, можно передать сумки с продуктами, например, можно передать задохлую курицу. Короче, все, что угодно, все, что вы хотите передать, можно передать в маршрутке. И люди так делают, то есть обязательно едет что-нибудь еще дополнительное с вами в момент поездки. Да, это весело, когда ты путешествуешь на маршрутке, а тут еще под боком лежит мертвая курица, которая едет в соседнюю деревню, а вот эти вещи еще нужно кому-то передать. Ну, короче, особый грузинский транспортный колорит вам обеспечен. А вот как насчет безопасности на дорогах? Если говорить о соблюдении правил дорожного движения, то, конечно, грузинские дороги – это такое место, на мой взгляд, опасное. Здесь и пешеходы ведут себя дерзко, и водители ведут себя дерзко. И каждый раз, подходя к пешеходному переходу, ну, в Европе ты всегда уверен, ты так гордо смотришь на водителей и переходишь. И вот они все остановились и ждут, пока ты придешь. А здесь ты с опаской подходишь к пешеходному переходу в надежде, что сейчас никто не вылетит и нагло не пролетит мимо тебя поперек дороги. Но это, конечно, не везде так, но в основном все-таки пешеход не является здесь главенствующим лицом на дороге. Это, конечно, машины. Машин довольно много. Они очень странные, могут быть собраны просто из различных деталей. То есть, ну, понятно, что в больших городах это такие симпатичные машинки, чистые там и так далее. Но если вы выезжаете за пределы, то там уже это будет сборная солянка из разных машин. Возможно, у нее не будет двери, возможно, у нее не будет обивки внутри. Ну, в общем, чего-то у нее там или руля не будет. Очень смешные бывают экземпляры. Поэтому мне в особенности было интересно путешествовать автостопом и смотреть за тем, какие водители. Зачастую машина очень отражает, прям даже иногда визуально отражает, что происходит с водителем и самого водителя, и как он живет. Я очень надеюсь, что никого не напугало, не напугало вас, дорогие радиослушатели, тем, как действует грузинский транспорт. Не бойтесь, все на самом деле очень цивильно и всегда можно договориться, с уважением относятся ко всем. Просто важно знать всякие мелочи, их учитывать и наблюдать, получать от этого кайф. Жанна, спасибо, все учтем и будем готовы. Но от вопроса безопасности, думаю, стоит перейти к вопросу соблюдения порядка. Как относятся к путешественникам в Грузии полиция? Как ведут себя стражи порядком? Расскажет Костя. Надо сразу сказать, что, во-первых, я всего полгода нахожусь в Грузии и, наверное, не могу быть суперобъективным. Те встречи с полицейскими, которые были у меня, а эти встречи были, например, когда я сидел пассажиром, и гаишник останавливал нашего водителя и очень вежливо, корректно объяснял ему причину остановки, брал с него штраф. Но он так все делал вежливо и приятно, что хотелось ему после этого аплодировать. Но от местных я узнал, что во времена Саакашвили грузинская полиция работала на порядок лучшим. Но, опять же, еще раз говорю, это не моя информация, это я говорил с несколькими разными людьми, грузинами об этом, и вот получил одинаковый ответ, что пока был в Саакашвили, никто вообще не мог даже подумать, тронуть туриста. Они так очень гостеприимные, но я имею в виду, что украсть, велосипедом украсть или что-то, это все было невозможно. Люди оставляли ключи в машинах зажигания и уходили. И никто не переживал за свой транспорт. Сейчас это не так. Сейчас потихонечку полицейская система становится хуже. И люди все с меньшим уважением смотрят на полицию, но по-прежнему пока намного больше, чем в России. И вот такая у меня информация, я не берусь ее утверждать, вот только со слов передаю. Ну, те, кто говорили, я им верю. Сам я могу отметить, что очень много очень красивых полицейских участков сделано на дороге, в городах. Много полицейских машин курсируют по дорогам, смотрят, с мигалочками ездят. В целом чувствуешь себя в безопасности, чувствуешь себя под охраной, причем не навязчиво. И, допустим, когда я ездил во пустыне Сахара, там тоже каждые 50 километров, вот городов нету, по 600 километров может быть, не быть городов. А каждые 50 километров все равно есть патруль, который тебя останавливает, проверяет каждые 50 километров у тебя паспорт. Все тебя уже знают в лицо, по рациям все передано. Но все равно, как дурак ты час тратишь на каждом КПП, зачем-то этот паспорт они не могут сами друг другу переслать. Вот здесь такого нету, но при этом все равно ты чувствуешь себя именно под охраной. Мне нравится, мне кажется, здесь достаточно безопасно. Но велики в Грузии я не бросаю, он спит у меня со мной почти что в кровати. Жанна ревнует. Какая забота, велик спит почти в кровати. Ну, я могу понять, это и средство передвижения, и верный друг. А еще недавно Костя решил модернизировать свой транспорт и поставить на велосипед электродвигатель. О, отлично. Давай поговорим про электровелосипед. Тем более, я только что с него слез. Первым делом, сойдя с поезда Батуми-Тбилиси, я отправился, соответственно, за своим велосипедом, на который уже было установлено аккумулятор, был установлен и мотор, и также контроллер. Все, сегодня я уже проехал на своем электровелосипеде 30 километров на максимальной скорости. И, конечно, это вообще кайф. Лен, я на самом деле же абсолютный дилетант во всех этих приборах. Я ничего не понимал никогда в машинах, велосипедах. Теперь ничего не понимаю в электроаккумуляторах. Поэтому не буду называть тебе объемы и все эти. Но расскажу, как это работает. Электровелосипед. Я о нем начал задумываться в тот момент, когда прощался со своим Добрыней, на котором проехал 25 тысяч километров и благополучно оставил его в Африке своим друзьям. Он, кстати, там починен, и ребята присылают мне фотографии, как на нем катаются. Это классно. Но когда наши пути с ним разошлись, у меня появилась задача купить новый велосипед. И в том числе я рассматривал уже себе и электробайк. Но хорошие электробайки стоят от 2000 долларов и там до бесконечности. Ну, прямо вот классный электробайк стоит, я смотрел, 650-700 тысяч рублей. Ну, мне, конечно же, такие суммы не потянуть. А слабенькие электробайки китайские сейчас уже и вскоре, в том числе, через интернет-магазины. И я уверен, что и у вас в магазинах есть возможность приобрести за 300-400 долларов вполне себе нормальный электровелосипед. Но я отказался от идеи покупать велосипед за 300 баксов, потому что для моих нужд, с моими рюкзаками по 30 килограмм, горами, в которые я заезжаю, с количеством километров, которые я проезжаю, купить посредственный велосипед было нельзя. Поэтому мой второй велосипед я купил обычный. Но он сам по себе обошелся мне в 1300 евро на тот момент без ничего. Еще там евро на 600 я к нему понакупал всяких запчастей. То есть, по сути, это 2000 евро. Мой велосипед на 30-скоростной с обвесом от Dior XT. Ну, я думаю, что те наши радиослушатели, которые понимают, они оценят. И добравшись до Грузии, я узнал, что, оказывается, можно на любой велосипед поставить сейчас аккумулятор и мотор. И эта идея меня очень заинтересовала. Все-таки я уже наездился, хватит своей тягой. Мне хочется чего-то нового, современного, интересного. Как работает такой велосипед? На раму прикрепили мне аккумулятор, который должен позволять проезжать моему велосипеду на гибридной тяге до 150 километров. Ну, это, я думаю, что имеется в виду, если мы едем по равнине, а не в гору. Я сейчас его буду тестить, как раз мы поедем с Жанной на Казбек, я пойду на нем. И буквально через недельку уже смогу рассказать тебе, насколько эффективно ехать в гору с электротягой. Вот Костя рассказывает мне про электровелосипед, а в моем вот девчачьем мозгу все равно это представляется чем-то наподобие, ну, мопеда, мотоцикла, может, даже. Вот как так прилепить двигатель к велику и ехать? И ехать быстрее? А насколько быстрее? Короче, Костя, расскажи еще специально для гуманитариев. Немножко глубже расскажу тебе про электровелосипеды. Ну, чтобы ты понимала, это не мопед. Я не могу нажать на газ и гнать в скорости 50 километров в час по дороге, не крутя педали. Нет, я целенаправленно отказался от такой идеи, хотя ее тоже можно было реализовать. Но, во-первых, я против высокой скорости для велосипеда. Это становится опасно. Во-вторых, ну, все-таки это для меня в том числе и такой спорт, да, и мне нравится крутить педали. Поэтому я сделал себе не супермощный двигатель на переднее колесо и мощный аккумулятор, который позволяет долго крутиться этому переднему колесу. И вот без напряжения ног мой велосипед, я просто передвигаю ногами, кручу педали совсем слегка. Мотор позволяет разогнаться до 25 километров в час. Дальше, чтобы мне быстрее ехать, мне уже нужно прикладывать, соответственно, усилия своих ног. И основная цель покупки мной, или усовершенствования мной этого велосипеда, была в том, чтобы преодолевать затяжные подъемы. Турция, Грузия, куча других горных стран, которые я преодолел. Ну, они классные, я очень люблю подъемы, потому что за ними идут спуски. Но сам подъем – это всегда такое мучение. Потные, глаза лезут на лоб, ты сталкиваешь этот велосипед уже который час. В общем, это такое было испытание. И мне кажется, что я их все преодолел за два года, хватит. И сейчас мне очень хочется и в гору получать удовольствие, закатываясь, и с горы потом лететь точно так же. Вот это цель усовершенствования моего велосипеда. Так, окей, ситуация с техникой немножко прояснилась. А вот это вообще популярно – передвигаться на электровелосипеде? В мире все больше и больше электродвигателей. Их сейчас ставят на самокаты, моноколеса, на велосипеды, на все что угодно. И огромное количество сейчас разной техники на электродвигатели, которые заряжаются от розетки, и могут спокойно проезжать 30, 40, 50, 100, 150 километров. Наконец-то мы дожили до этих времен. В принципе, нормальному здравомыслящему человеку больше 100 километров на каком-то таком виде техники проезжать не надо. Ну, прямо я не очень представляю, зачем это нужно может быть. Сам я за два года путешествий вокруг света не встречал людей на электродвигателях. Скорее всего, потому что таких, как я, чудаков, которые выехали два года подряд, едут, еще пять собираются ехать, таких практически не бывает. Ну, я таких не встречал. А те, кого я встречаю, это люди, которые делают какие-нибудь тысячи километров проехать, 10 тысяч километров проехать, какие-то небольшие дистанции, которые можно проехать за пару месяцев или пару недель. И у них как раз интерес, это физические усилия, которые прикладывают для того, чтобы это проехать. Поэтому тут, как правило, разные задачи. Я же перестал гнаться за какими-то там огромными расстояниями, и сегодня мне интересен сам путь. Да, я кайфую от того, что вижу, от того, что еду. И я уже вот так вот перенапрягаться не хочу. Вообще, конечно, здесь вот я в Грузии познакомился с ребятами-велосипедистами, и тусовка, ну, вообще в мире люди часто используют такие велосипеды для ралейных гонок. Ну, я не знаю, правильно ли я их называю, на велосипедах. Когда люди несутся с горы и делают различные фигуры высшего пилотажа на велосипеде, там, подпрыгивают, сальто с ним делают. Вот такие сумасшедшие ребята, они вниз-то едут с горы и делают все свои сальто, а потом-то им в гору надо заехать, и вот заехать достаточно трудно. И вот эти электродвигатели, они спасают. Чаще всего я встречал профессиональные велосипеды, которые для таких целей используются. Конкретно мой велосипед в том формате, в котором его сделали, мне обещали, что будет проезжать от 100 до 150 километров на гибридном ходу. То есть я кручу педали, он помогает мне ехать, ну и развивает скорость только на гибридном ходу до 25 километров. Но, повторюсь, у меня привод передний, где двигатель, и я кручу в педали задние колеса, значит, у меня стало теперь двух, ну, оба колеса теперь у меня ведущие. И я чем быстрее кручу педали сам, тем быстрее я могу ехать, соответственно, и 25 километров, которые дает мне мой электродвигатель на максимальных оборотах, плюс мои, там, 25-30 километров, то есть в итоге я 50 могу в среднем ехать. После Казбека у меня будет обязательно цель попробовать проехать максимальное расстояние на этом велосипеде. Ну и хотелось бы выехать за 300 километров за раз. Когда 300 сделаю, будет 500, буду хотеть. Так, Костя, понять могу, ты немного устал крутить педали, да еще и по горам. Ну, тестируй пока что велосипед и удачи тебе. Кстати, расскажи, насколько Грузия подходит для велопутешествий, все-таки горная страна серпантин. Грузия хорошая страна, очень красивая, гостеприимная, но я бы не рекомендовал начинающим велопутешественникам начинать с этой страны. Намного лучше будет Турция, намного лучше будут европейские страны, потому что, и тут будет перечисление. Во-первых, естественно, Грузия, она горная страна, и тут много гор, и с этим очень тяжело смириться. Если вы неопытный путешественник, то что, в гору ехать будет невозможно, но из горы на самом деле катиться не всегда безопасно, тут много нюансов, нужно уметь. Второе, это, я бы сказал, что дороги в Грузии, они на них экономят, что ли, я не знаю, но у них нет сейф-линии, так называемой. Это линия, которая обычно разметку делает на дороге, и линия, которая разделяет основную дорогу и обочину. Обычно еще оставляют во многих странах 50, где-то даже 70 сантиметров асфальта, и ты можешь спокойно на велосипеде ехать и не мешать общему потоку машин. Здесь же в Грузии 0 сантиметров, и если, например, на дороге встречаются две фуры, то велосипеду уже там места нету, его забрасывают, он сам спрыгивает на обочину, чтобы его не сбили. В общем, отсутствие сейф-линии – это очень плохо, очень опасно, очень близко ты проезжаешь к автомобилям, это очень плохо. Третье – это кавказский темперамент сам по себе. Ну, я думаю, что-то объяснять не надо, кто из Пскова не знает, что такое кавказский темперамент, пускай сидит в Москву и посмотрит, что это такое, там это очевидно. Да, люди вспыльчивые, люди любят быструю езду, громко кричать, неадекватно зачастую ведут себя за рулем. И это, я сейчас не говорю еще про алкоголь, алкоголь – это четвертый пункт нашего морализонского балета. Грузия – христианская страна с большой или, не знаю, обширной культурой питья, напитков, что только они не пьют, как только они это не делают. И тут пьют везде, в каждом доме, в неограниченном количестве, после этого садятся за руль и едут, куда им надо. Это отвратительно, этого допускать нельзя, и я еще не въехал на территорию Грузии, уже встречал ребят разных абсолютно стран, из разных, из австралийцев, турок, из Европы ребят встречал, кто до меня проезжал в Грузию. И все говорили одно и то же, что пьянство за рулем в Грузии, оно очевидно и очень опасно. Я бы никому не рекомендовал из новичков ехать в Грузию на велике. 300 километров за раз, вы слышите, а потом 500. Вот откуда у тебя берутся силы, я вот просто уму непостижимо. Колотов, ты просто ракета и стремишься все выше и выше, вот на Казбек собираешься. Расскажи, как готовишься к покорению этой вершины? На Казбек мы выезжаем буквально вот завтра-послезавтра, и высота Казбека 5033 метра. Это самая высокая гора в Грузии, ну и вообще для советских альпинистов довольно значимая, любят на нее ходить. Я не был еще на Казбеке, и мне тоже интересно. Особенно интересно то, что придется восходить в этот раз, в чем попало. То есть обычно я поднимаюсь в горы, у меня есть свои ботинки альпинистские специальные, очень хорошие. Пуховичок свой отличный есть. Ну в общем я весь экипирован с ледорубом, с палками, все свое, маска. Сейчас же я буду собирать там трое штанов, там у меня нет пуховика, поэтому там все кофты на себя буду одевать. То есть как я это буду делать, мне пока сложно себе, ну я подставляю, но надо испытать. Я пока такого не делал, от этого восхождение становится более интересным и захватывающим. Как мы будем подниматься тоже пока непонятно. Конечно, гида мы не берем, будем идти сами вверх, пока не дойдем до штурмового лагеря. А там, скорее всего, я либо к какой-то группе присоединюсь, либо гида на месте найду. Также с нами еще планируют поехать два парня, один из Эстонии. Но пока не может ехать в Грузию, смотрим, что у него получится. А второй здесь местный парень, он русский, но давно в Грузии. И тоже планируют присоединиться. Посмотрим, что получится. Ну так, за этого парня я спокойна. А как же Жанна? Она пойдет покорять грузинскую вершину? Готовлюсь я в первую очередь морально. То есть пытаюсь решить, хочу подниматься или нет. Но на самом деле я точно буду подниматься. И это мне понятно, до там трех семисот, трех пятисот тысяч метров там находится первый лагерь. Что дальше, вот не знаю. На самом деле больше всего меня пугает, конечно, горная болезнь. И то, как горный воздух, вот это вот отсутствие кислорода и совершенно другой климат может повлиять на мое состояние, на мое самочувствие. Я никогда не делала, так высоко не забиралась. Поэтому для меня это такая точка проверки себя. И, честно говоря, я, как я уже говорила в самом начале, не тот человек, который будет кидаться на горы и кричать «Я точно это сделаю!». Вот. Я, ну, если почувствую, что мне комфортно, хорошо и я готова, то я пойду. А если нет, то, может быть, не пойду, останусь, погуляю где-нибудь там вокруг вершины, фотографирую. Немного страшно, но мы с Костей уже преодолели несколько различных трудностей, вершин и так далее. И поэтому я знаю, что у меня хорошая поддержка. Человек, который уверенно протащит меня либо вверх, либо вниз. И вот мы узнаем, чем дело закончится. И в завершении разговора спрошу о планах. Что будете делать дальше? Границы закрыты, пока дальше Грузии выбраться вам нельзя. Или есть варианты? Границы действительно закрыты. И если верить информации от моих инсайдеров, так скажем, друзей, которые сейчас живут в Москве, в сентябре, в конце сентября опять нас ждет вторая волна коронавируса, по крайней мере, Россию. И вновь границы подзакроют. Не знаю, в таком же жестком формате или нет, но трудности и обещают. Мне, по крайней мере, рекомендовали эти друзья. Вот это окно сентябрьское. Выбрать страну, какая будет открыта, и какая мне хочется посетить, и туда незамедлительно уезжать. Потому что после сентября, сказали, будет перемещением значительно все сложнее. Вот, я в целом верю, но пока что не могу тебе сказать, прям, куда мы отправимся, потому что сами не знаем. В Грузии мы не посетили Сванетию, и после Казбека, вероятно, отправимся туда. Посмотрим этот регион, а потом вернемся, скорее всего, в Батуми. Там, в небольшой деревне Варджониси, про которую мы тебе уже рассказывали. Наверное, там недельку-две, может, поработаем, поможем друзьям собрать урожай, поедим винограда, всех фруктов. И если граница с Турцией будет открыта, а сейчас, насколько я понимаю, русские могут попасть в Турцию. Но как это происходит с грузинской стороны, если я русский, я через Грузию еду в Турцию, мне пока сложно представить. Но думаю, что в сентябре еще можно будет проехать. Мы тогда уедем в Турцию, там самый большой авиахаб ближайший для нас, и уже из Турции будем думать, что делать дальше. Пока вот план такой. Лен, еще раз тебе спасибо за прекрасную возможность нам поговорить с тобой, с нашей Родиной, с Псковом. Я очень рад всегда этим нашим сообщениям. Спасибо, что не забываешь. И уже, я думаю, что мы теперь услышимся с тобой после восхождения нашего на Казбек. Ну, по крайней мере, попытки. Получится у нас или нет, мы тебе расскажем. Подробно расскажем вообще, что такое восхождение на самую высокую гору Грузии. Обнимаю, целую, до встречи. Лена, спасибо большое за вопросы. Как всегда, второй раз очень приятно отвечать, очень интересно. И я надеюсь, что радиослушателям тоже было интересно. Спасибо и до свидания. Вам спасибо, дорогие ребята. Обнимаем вас и желаем удачи в покорении Казбека. А потом все-все обещайте нам рассказать. Прощаемся с вами. Этим вечером в студии была Елена Яковлева. Я желаю всем классных солнечных выходных. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!